Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш. Сегодня мы будем учиться описывать себя и других на примере персонажей из моих любимых друзей. Будут как прилагательные описывающие личность, так и фразы, которые тоже могут пригодиться. Устраивайтесь поудобнее, поехали! Давайте начнем с весельчака Чендлера. Funny это тот, кто заставляет вас смеяться, веселый, забавный, тот, кто заставляет вас улыбаться. Чендлер, например, все время шутил. Конечно, есть похожее слово, но немного с другим значением. Вот Чендлер у нас funny, но он также может быть fun. Это кто-то, с кем легко и приятно проводить время. Affable синоним слова friendly, то есть дружелюбный, тот, с кем легко найти общий язык. Sarcastic тут все понятно, саркастичный и insecure, неуверенный в себе. Также из-за того, что Чендлер прятался за своим сарказмом от проблем и предпочитал избегать серьезных разговоров, его можно охарактеризовать как эммачо, незрелый. Но это не мешало ему быть compassionate, это сочувствующий, готовый прийти на помощь, готовый выслушать, помочь советам и поддержать. Чендлер was always up for fun, to be up for something, это быть готовым к чему-то, он всегда готов был к веселью и движу. Он был обаятельным и дурашливым. Charming, обаятельный, зэйный, дурашливый. В отношениях Чендлер часто проявлял себя как needy. Needy это человек, который нуждается в постоянном внимании и положительном подкреплении. Вот это ты меня любишь, это вот needy. Теперь давайте обсудим его лучшего друга. В Википедии Joey описали так. Promiscuous это человек неразборчивый в любовных связях, человек, которых их много. Dim-witted это туповатый. Good-natured добродушный, loyal, преданный. Caring, заботливый. Protective of someone, готовый защищать кого-то, готовый кинуться на защиту. Мне хочется тебя защищать, оградить тебя от всего. Эдвард Белли в «Сумерках» так говорил. He is a food-loving womanizer, who has had more luck with dates than any of the other group members. In contrast to his persona as the ladies' man, he has also a marked childish side. He is a food-loving womanizer. Прекрасное выражение. Любящий пожрать бабник. Вот так вот. Еще я бы описала Joey как goofy, турашливый. Outgoing – это дружелюбный, который легко и уверенно общается, с тем, с кем приятно общаться. Sweet, милый, understanding, понимающий. Caring, заботливый, наив, наивный. He was like a giant baby, immature and not the brightest bulb. Он был как большой ребенок, незрелый и не самый умный, не самая яркая лампочка. Not the brightest bulb. Joey was a happy-go-lucky guy, беззаботный и беспечный парень. He was attractive and had a way with the ladies. Attractive – привлекательный внешне. А to have a way with the ladies – это знать, как очаровывать девушек. Устойчивое выражение. He had charisma and that dashing smile, which made him very cute and alluring. У него была харизма, через к в английском, да, charisma, и ослепительная улыбка, dashing smile, что делало его очень симпатичным и манящим, привлекательным. Кстати, некоторые слова будут повторяться, потому что их всех примерно в одном ключе описывали, чуть-чуть с разными чертами. Идем дальше. Funny, мы уже обсуждали, да, смешная, веселая, забавная. Spirited – это такая энергичная, бойкая. Pretty здесь используется вместо very. Self-involved – достаточно зациклена на себе, да, вовлечена в себя. To have a good sense of style – это то же самое, что to be stylish, то есть у нее было хорошее чувство стиля, она была стильная. To look polished – в данном контексте, я бы сказала, выглядеть ухоженной. Attractive – мы уже знаем, это привлекательное внешнее, а вот vain – a bit – это немного, vain – это тщеславный. Очень хорошие слова здесь. Ее избаловали в детстве так, что она могла быть entitled. Entitled – это когда человек считает себя привилегированным и достойным всяких благ, особого отношения к себе. Не за какие-то заслуги, а просто по праву рождения. Вот такая вот я принцесса. Selfish – это эгоистичная. По мере того, как шоу продолжалось, она стала более down to earth, это более практично, приземленно, ближе к народу, да. То есть, если поначалу она была такая вся принцесса, то потом стала ближе к простым смертным. Вот вам, пожалуйста, да. Она была fun, то есть, с ней было приятно проводить время. Признавать что-то, то есть, ей было тяжело признать, что она была неправа. To take the fall for something or someone – это признать вину, взять на себя вину за что-то или за кого-то. Quick-witted – это остроумный. Вспоминаем, dim-witted был вначале, это туповатый. Quick-witted – остроумный. Sarcastic – саркастичный. A pushover – это мямля. Человек, который не очень может постоять за себя. A pushover – как раз напористый и настойчивый. То есть, она была pushover, not assertive enough. Переходим к Монике. Если вы помните, это выражалось в постоянной уборке, в тяге к порядку, у нее все было расставлено по алфавиту и прочих подобных вещах. Здесь ее называют, она была матерью группы и, как некоторые мамы, могла быть overbearing – это властный, и domineering – доминирующий. Level-headed – это рассудительный, уравновешенный. Practical – практичный, loyal and caring – преданный и заботливый. Моя любимая фраза. Очень неформальная, кстати, используйте ее аккуратно. To be anal about something – это человек, который придирается к каждой мелочи. Это тот самый зануда, который вынесет вам мозг своими придирками. Вот надо вот так, вот еще вот здесь можно… Вот эти люди, знаете, вот человек может быть anal. Так что будьте аккуратны, используя это слово и только в разговорной речи. Competitive – это человек, соперничающий, любящий соревноваться. She always had to win, ей всегда надо было побеждать. Несмотря на то, что подчас она очень раздражала, she was annoying. Compassionate – у нас уже было это слово сегодня, сопереживающий. Genuine person – это кто-то искренний, настоящий. To do the right thing – устойчивое выражение, делать все правильно, как надо. Be there for everyone around her, как и поется в самой песне из друзей. Это быть рядом, когда кому-то это нужно, быть хорошим другом. Переходим к Россу, к брату Моники. Росс был самым умным персонажем, скорее всего, из всех. He was sharp, educated and even nerdy. It was hard for him at times to loosen up and come down to earth, since he could get stuck in his academic setting. Он обладал острым умом, был хорошо образован, иногда даже чуть-чуть заумен. Ему было тяжело to loosen up, расслабиться и стать ближе к простым обычным людям, потому что он иногда застревал вот этой своей академической тусовке, что вот я весь такой умный, и это, конечно, отталкивало. He was quite mature, very polished and sophisticated, which could come across as arrogant. Он был достаточно зрелым, mature, у нас до этого было и mature, и незрелым. Здесь я polished перевела как лощёным, и на вид, и в манерах, sophisticated, изысканным, тоже это проявлялось во всём, да, что иногда проявлялось как высокомерие, то есть из-за этих вот черт он выглядел arrogant, высокомерным. Everyone knew he was smart and skilled, so he didn't need to brag about it, Yet he did every once in a while. Все знали, что он был умным и умелым, и ему не нужно было это выпячивать. To brag about это хвастаться о чём-то, я перевела как выпячивать. Но, тем не менее, он иногда это делал. У него в характере также была милая и чувствительная сторона, он был самым добрым, но также ему нужно было всё время быть правым. Он практически не мог признать поражение, или попросить прощения, и плюс у него были проблемы с гневом. Также он был достаточно неуверен в себе, особенно когда речь шла о женщинах, но в целом был очень милым парнем. И, наконец-то, последний по списку, но не по значению, Фиби. Милая и мягкая по своей природе, странноватая девушка с гитарой, она могла казаться и глупенькой, но могла быть и умной, и в какой-то степени была немного как ребёнок. Очень люблю слово quirky, это необычный какой-то, не такой, как все. Entertaining, занятный, занимательный, на неё интересно смотреть, да? Like no other, такой, каких больше не было, единственное в своём роде. Несмотря на свою доброту и заботу, она могла быть очень хитрой, cunning, когда ей было что-то нужно. She could be a bit naive, наивно у нас было это слово уже. Она была немного наивной, была в своём мире всё время, и была очень эксцентричной. Она перебегала с одной работы на другую постоянно, что показывает, что указывает даже на её нестабильность и неспособность определиться, indecisiveness. Начиная с её стиля, да, с того, как она одевалась, с тех песен, которые она писала, заканчивая тем, как она себя преподносила, и тем, как она общалась с другими, её бойкость, fastiness, это такой, знаете, очень яркий характер и уверенность в себе были одними из самых прекрасных её качеств. Ну что, мы с вами разобрали всех главных персонажей из друзей, теперь ваша очередь. Опишите себя коротенечко в комментариях, используя, по крайней мере, пять слов и выражений из сегодняшнего видео. И до новых встреч на канале Puzzle English. Субтитры сделал DimaTorzok